Дерек Принц говорит на тему освобождение и демонология. Урок 4 заглавлен. Как опознавать и изгонять бесов? Слово «Дьявол» является переводом греческого слова «Диаболос» и буквально означает «клеветник» или «обвинитель». Это звание самого сатаны. Это звание одной единственной личности, и обычно оно не используется во множественном числе. Но мы имеем дело не с самим сатаной. Те, с кем мы имеем дело, правильно называть бесами или злыми духами. Слово «бес» или «демон» происходит от греческого слова «даимония», имеющего очень длинную историю употребления в греческом языке. Оно означает какое-то духовное существо, которое древние считали наполовину божественным и наполовину человеческим, и которому обычно поклонялись и почитали тем или иным образом. Фактически, на протяжении всей человеческой истории основой большинства языческих религий было признание бесов и попыток получить или снискать их помощь и отвести их гнев. Вот более или менее краткое изложение сути. Другое выражение, встречающееся также в Новом Завете, наряду со словом «бес», это выражение «злой дух» или «нечистый дух». Они употребляются взаимозаменяемо. В Евангелиях, там, где один автор употребляет слово «бес», другой автор, описывая тот же эпизод, пишет «злой дух» или «нечистый дух». Таким образом, эти выражения взаимозаменяемы. И мы не говорим о самом сатане, князе, царство тьмы. Мы не говорим даже об ангелах. Мы говорим о духовных существах, которые, как я понимаю, это не являются ангелами. И это не принципиально для вашего освобождения, но я провожу некоторые различия. Жилище ангелов на небесах. Обитание злых духов ограничено землей. Ангелы имеют крылья и летают. Злые духи не имеют крыльев и ходят. Иисус сказал, «Нечистый дух ходит по безводным местам, ища покоя». Ангелы имеют свои собственные тела и не захотят ни по какой причине быть внутри человеческого тела. Они не смогут там иметь покой. Бесы или злые духи – это духи без тел. Они, в первую очередь, предпочитают тело человека. Но из Евангелия мы видели, что чем остаться совсем без тела, без жилища, они лучше войдут в тела свиней. Без тела они не могут проявить свои сущности. Например, бесу богохульства нужен язык, с помощью которого ругаться. Бесу сомнения нужен разум, в котором действовать. Бесу похоти нужно тело и физические органы. Бесу алкоголизма – соответствующие органы тела для жажды и потребления алкоголя. Бесы связаны с необходимостью иметь тело, через которое проявляться. Откуда взялись бесы? У меня есть мнение по этому вопросу, которое сложилось за многие годы. Но это не важно. Иисус изгонял бесов тысячами, но Он никогда не учил о том, откуда они взялись. И вам важно знать не то, откуда они взялись, а как избавиться от них. А об этом Библия говорит ясно. В связи с этим в Новом Завете используется несколько выражений, и я кратко перечислю их. Три основных выражения, относящиеся к человеку, который в той или иной форме находится под влиянием, властью или контролем беса или злого духа. Это следующее выражение. Прежде всего, иметь нечистого духа или беса. Во-вторых, быть под влиянием нечистого духа или беса. В-третьих, есть греческое слово «даимоницзамай», если вы знакомы с греческим, означающее «быть бесноватым». Оно происходит непосредственно от существительного «даимониа» – «бес». В синодальном переводе глагол «даимоницзамай» как правильно переведен быть «обладаемым дьяволом» или «одержимым». Этот перевод является настоящим стихийным бедствием. Он ввел в заблуждение большее количество людей, чем можно перечесть когда-нибудь. Потому что в греческом оригинале, и пусть любой знаток греческого попробует доказать обратное, нет ничего такого, чем можно было бы оправдать употребление слова «обладаемый». А именно это ввело в заблуждение миллионы людей. Понимаете, слово «обладать» в английском языке подразумевает полное владение. Если я обладаю Библией, то она вся моя. Мне принадлежит каждая страница Библии. Никакого совместного владения нет. Никто не может претендовать и на 15 страниц этой Библии. «Владею ей я. Это моя Библия». Люди спрашивают, может ли христианин быть обладаемым бесами? Ответ, разумеется, нет. Христианин, в первую очередь, личность, которая принадлежит Господу Иисусу Христу. Если он принадлежит Господу Иисусу Христу, тогда дьявол не может владеть им. Это абсолютно ясно. Но это совсем не означает, что христианин не может иметь области в своей жизни, которые по-прежнему находятся под влиянием злых духов. Он может отдать себя выбором и подчинением своей воле при спасении или рождении свыше Господу Иисусу Христу. Но хотя он отдал себя в общем Иисусу Христу, при этом, возможно, внутри него есть области его жизни, где дух святой и природа Христа не осуществляют свой эффективный контроль. Вы можете спросить у меня, брат-принц, откуда вы это знаете? Я христианин уже больше 30 лет, и я знаю это из моего собственного личного опыта. Я был крещен Духе Святом около 30 лет тому назад. За две недели до этого я встретился с Господом в армейской казарме, и это было удивительное обращение, полное преображение. Но много-много лет спустя после этого в моей жизни по-прежнему были области, над которыми Господь Иисус не имел эффективного контроля. Как много из вас могут сказать, что это довольно обычная вещь? Я просто хочу, чтобы вы увидели, что я не говорю про людей из какого-то другого мира, и я не говорю о ненормальных людях. Давайте объясню это таким образом. Я не шучу и не делаю из вас посмешища, а я хочу, чтобы вы были серьезны, поскольку я тоже серьезен. Позвольте задать каждому из вас вопрос. Сколько из вас могут ответить, подняв свои руки? Брат-принц, я верю, что я имею Святого Духа. Слава Богу! Сколько из вас могут таким же образом ответить? Брат-принц, я нахожусь под полным контролем Святого Духа. Слава Богу! Был один человек, который поднял руку. И я славлю Бога за это. И я не сомневаюсь в этом. Каждый христианин должен находиться в таком состоянии. Но мы знаем, что множество христиан не достигли еще такого состояния. Многие люди думают, что Дух Святой начнет работать в них и благословлять их, когда они станут совершенными. Но не глупо ли это? Ведь если вы будете совершенными, вам это будет просто не нужно. Мысль о том, что вам нужно стать совершенными, прежде чем Дух Святой начнет двигаться в вас и совершать что-то для вас, это все равно, что послать молодых людей учиться в университет, а профессор, придя, скажет, когда вы, молодые люди, окончите университет, мы тогда начнем учить вас. Но вам-то нужно учиться прежде окончания. Когда мы попадем на небеса, мы станем выпускниками, и тогда нам уже, наверное, не понадобится это учение. Но Дух Святой нужен нам сейчас, чтобы помочь нам справиться с нашими слабостями. Вы знаете, что сказано в послании к римлянам, 8 главе 26 стихе? Дух помогает в наших немощах. Те места, где у нас слабости, где у нас трудности, именно тут нам и нужен Святой Дух. И точно так же дело обстоит со злыми духами. Хотя они не могут обладать христианином. Они могут войти и занять определенные сферы его личности. Приведу пример из личного опыта. Я был полноевангельским проповедником уже много лет, но имел различные внутренние затруднения. Упомяну только одно, очень распространенное, это депрессия. Я был подвержен атакам депрессии. Она находила на меня, накрывалась, давливала, как серое, темное, сырое облако, которое опускалось на меня. И у меня появлялось чувство беспомощности и безнадежности. Другие могут, но не ты. И я осознавал, что несу это давление повсюду за собой, особенно в своей семье. Мне было очень тяжело сознавать, что я подставлял свою жену и детей под это давление, под которым был сам. Я испробовал все известные мне средства для того, чтобы избавиться от этой депрессии. Я постился, я молился. Не припомню чего-нибудь такого, чего бы я не попробовал. Но странное дело, чем больше я постился, тем мне становилось хуже. Было даже так, что однажды одна из наших дочерей сказала мне, «Папа, лучше бы ты прекратил поститься, потому что когда ты постишься, ты еще хуже». Проповедника такое ставит неловкое положение. Но именно так и было. Ведь что делал пост? Он выносил депрессию на свет. Он не освобождал от нее, а только выводил на поверхность. Что я заметил еще? Когда я по-настоящему хотел служить Христу всеми своими силами, то в те моменты давление было самым сильным. Но когда я был удовлетворен тем, что просто плыл по течению и не тратил лишних сил на борьбу с царством сатаны, тогда давление ослабевало. Я не мог с этим ничего поделать до тех пор, пока однажды, читая книгу пророка Исаии, 61 главу 3 стих, я не прочитал такие слова. «Вместо духа уныния славная одежда». Когда я прочитал это выражение «дух уныния», я внезапно понял, вот что с тобой. Это не умственное состояние, и это не психическое состояние. Это личность. Это дух, который знает тебя. И я немедленно увидел всю картину. Тот же самый дух мучил моего отца почти все время, пока я помнил его. Это был своего рода семейный дух, который следовал за нами из поколения в поколение. Я мог проследить его деятельность, и я понял, что он знал меня, он знал мои мысли, и определенно планировал свою стратегию против меня. У него была одна основная задача – не позволить мне служить Христу эффективно. В связи с бесами я скажу вам следующее. Их штаб-квартира находится в царстве сатаны. И у них есть два основных приказа. Первый – не допустить вас ко Христу. Если это им не удастся, и вторая задача – не дать вам служить Христу эффективно. Если они не могут воспрепятствовать вам быть христианином, то будут препятствовать вам быть сильным христианином. Вы поймете, что это так, и что это объясняет очень многое в вашей жизни. Почему, например, вы можете не спать до полуночи, смотря телевизор, но когда читаете Библию, засыпаете раньше десяти часов? Потому что дух усыпления, о котором говорится как в Ветхом Завете, так и в Новом, не против того, чтобы вы смотрели ночное телевизионное шоу, но против того, чтобы вы познавали Слово Божие. Или возьмите случай с маленькой девочкой наших соседей. Ей около трех лет. Мы наблюдали за ней. В пятницу вечером, когда они шли в продуктовый магазин, она весело одевалась и шагала радостно и счастливо. В воскресенье утром, когда они собирались идти в воскресную школу при полной евангельской церкви, она ложилась на пол, брыкалась и кричала. Потому что дух, который был в этой девочке, был не против продуктового магазина, но он ненавидел полную евангельскую церковь. Понимаете? На подобных собраниях я говорил бывало людям, если вы чувствуете, как у вас появляется сейчас совершенно беспричинная обида на брата-принца, будьте начеку. Конечно, может быть, масса серьезных причин обидится на меня, но если я вам не сделал ничего, а обида появляется вдруг внутри вас, помните, что это дьявол, пытающийся воспрепятствовать вам прийти ко мне за помощью. За такими бесовскими вещами всегда стоят какие-то расчеты, козни и планы дьявола, нацеленные на то, чтобы сбить вас с толку, поразить вас, дать вам болезни, если возможно, убить вас. Вот их задача. Не забывайте, что сказал про дьявола Иисус. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот для чего он здесь. Если вы терпите его, то он делает именно это. Не забывайте об этом. Если вы миритесь с присутствием дьявола в какой угодно области вашей жизни, то он там для того, чтобы красть, воровать то, что по праву ваше. Мир в вашем разуме, ваша невинность, ваше здоровье, ваше хорошее отношение в семье и с соседями, ваше процветание и успех. Все эти блага, которые вы в Христе, ваши, дьявол постарается украсть у вас. Во-вторых, он приходит, чтобы убить вас физически. Каждый год много христиан погибает из-за рака, опухолей. И других всевозможных болезней. Они не доживают до предназначенного им нормального возраста. Дьявол убивает их. И третье, что он делает, не верующим, а не христианам, мучает их вечно после смерти. Вот его программа. Иисус предупредил нас. Когда дьявол приходит, знайте хорошо, каковы его цели. Украсть, убить и погубить вас. Так что, если подружишься с ним, знай, с какой личностью ты завел дружбу. Теперь следующий вопрос. Каковы характерные признаки бесовской деятельности в человеке? Мы все знаем, что по природе своей мы греховны. По крайней мере, я надеюсь, что мы все это знаем. Мы рождаемся бунтарями. Надеюсь, что вы знаете это. Послание к Ефесяну, 2 глава, 2 стих. Все мы по природе являемся детьми гнева, потому что мы дети непослушания. У Адама не было детей до того, как он стал бунтарем. И любой ребенок, родившийся от Адама и его потомков, был урожденный преступником. Я не собираюсь сейчас учить об этом, это другая тема. Итак, мы рождаемся с преступной натурой. Женщины, ведь вам не нужно было учить ни одного из ваших детей быть капризными, так? Но в большинстве случаев вам было трудно научить их быть хорошими. Таким образом, у нас натура бунтарей. Мы склонны желать делать неправильные вещи. Исцеление от преступной натуры не освобождение. Исцеление от преступной натуры крест. Наш ветхий человек – это старая преступная Адамова природа, распята со Христом. Поэтому, если вы сталкиваетесь просто с Адамовой натурой, то не нужно приходить к брату принцу и просить его изгнать ветхого Адама, потому что это не соответствует Писанию. Единственное средство от ветхого Адама – это крест. А те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Крест – это основное решение всей проблемы. Но вдобавок к ветхой Адамовой природе, у многих людей имеется составная проблема, которую я называю так – стервятники, питающиеся трупом. Труп – это ветхий человек. Стервятники – это злые духи, которые цепляются своими когтями за этот труп, запускают в него свои клювы и поедают его. Если вы находитесь именно в такой ситуации, то в дополнение к Кресту вам может понадобиться служение освобождения. Средства от злых духов, не распятия их. Распять злого духа нельзя. И невозможно. Нужно их изгнать. С другой стороны, невозможно изгнать ветхого человека, его нужно распять. Понимаете? Средства соответствуют нуждам. Нельзя применять средства, предназначенные для одной нужды к другой. Масса людей изо всех сил старались распять бесов. Такое просто невозможно. Библия говорит «почитайте ветхого человека мертвым», но она не говорит «почитайте бесов мертвыми», потому что они не мертвы и никогда не умрут. Естественно, теперь возникает вопрос. Брат-принц, раз у меня есть эта постоянно повторяющаяся проблема, которая докучает мне и наносит поражение, то как мне узнать, где причина? В ветхом человеке или в бесе, который пользуется ветхим человеком? На доске я написал «посредине дела бесов». По опыту я понял, что это основные пути, которыми бесы действуют и проявляют свое присутствие. Что они обычно делают? Первое, они обольщают. Это искушение. Библия говорит, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Внутри каждого из нас есть нечто называемое похотью, извращенное желание. Но есть некто, играющий на этой похоти. Это как в мышах есть что-то, что любит сыр. Но чтобы поймать мышь, нужен кто-то, кто бы положил сыр в место, где мышь должна попасться. Этот некто, который обольщает, и есть бес. И он играет на похоти, на извращенных желаниях внутри вас и меня. Одно из основных занятий бесов – обольщение. Лично я не верю, что сатана сам сходит с неба каждый раз для того, чтобы искусить нас с вами. Я верю, что у него есть очень хорошо натренированный отряд в его армии, который постоянно трудится на него, искушая нас. Вот скажем, молодой человек, только входящий в служение. Он может быть опасен. Бесы номер 23АЗ и номер 547Х вам приказ – сесть ему на хвост. И заставьте его заинтересоваться какой-нибудь симпатичной разведенной женщиной, у которой трое детей и грязное прошлое. Пусть он сойдет с дистанции, иначе он нам навредит. Понимаете? Вот кусок сыра для мышеловки. И эти злые духи играют на том, что называется сексуальной похотью внутри молодого человека. Это просто пример. Следующий вид деятельности бесов – это порабощать. Давайте рассмотрим это на конкретном примере секса. Прежде всего, говоря о сексе, я хочу сказать, что вопреки мнению большинства христиан, он не является злом. Он является благом, потому что Бог сотворил человека и наделил его сексуальностью. А после того, как он сотворил все, он увидел, что все сотворенное им было очень хорошо, включая секс. В церкви распространено совершенно неправильное, отрицательное отношение к сексу. И поэтому дьявол хорошо понимает, что если он сможет взять под свой контроль сферу секса, то он контролирует этого человека в очень значительной мере. Следующее, что я хочу сказать о сексе – нет никакого греха в том, что ты подвергаешься искушению. Иисус был искушен по всем вопросам, как и мы, однако он не согрешил. Поэтому вы можете быть искушаемы, но не грешить. Далее, если вы были искушаемы и согрешили неправильным поступком, это не означает автоматически, что вам нужно освобождение от соответствующего беса. Все, что вам нужно сделать – это покаяться, исповедоваться Иисусу, принять прощение и очищение, и вы снова тогда в полном порядке. Но если это вас порабощает, и если независимо от того, сколько раз вы каялись, исповедовались, получали прощение и очищение, вы снова делаете это снова, тогда это бес. Я считаю, что всякое сексуальное извращение в основе своей бесовское. Третье, что делают бесы – они мучают. Они являются мучителями. В 18 главе Евангелия от Матфея есть притча о слуге, которому был прощен долг в 6 миллионов долларов, и который отказался простить своему товарищу 10 долларов, переводя деньги на современный счет. И когда хозяин услышал об этом слуге, о которой не прощал, он сказал – злой раб. Он был очень суров и приказал отдать его мучителям до тех пор, пока он сам не отдаст ему долг до последнего гроша. В последнем стихе этой притче сказано – «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его». «Как так? Отдаст вас мучителям». Кто эти мучители? Бесы. Бог объяснил мне это, потому что ко мне приходили массы христиан, которые мучились постоянно. Я сказал про себя – «Боже, как это может быть? Они твои дети. Как они оказываются в руках мучителей?» Бог сказал – «Я отдал их им, потому что они отказались простить другого верующего». «Так Отец мой небесный поступит с вами». Есть разные виды мучений. Существует духовное мучение. Бес страх является, вероятно, главным мучителем. Апостол Леон сказал – «В страхе есть мучение». Конечно, есть естественный страх, который совершенно нормален. Есть страх Божий. Это почтение, уважение и благоговение перед Богом. Он чист и пребывает вовек. Но существует другой вид страха – бесовский. Он ненормален и неестественен. Он слишком сильно и доставляет мучения. Есть другой мучитель – осуждение. Библия говорит – «Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Другой мучитель – сомнение. Существует также физическое мучение. Рак, артрит и так далее. Четвертое основное занятие бесов – погонять или принуждать. Годоринский бесноватый был гоним-бесом-гробницем. Все, что принудительно, указывает на бесов. Принятие пищи, разговор, сон под принуждением – есть многое, что дьявол может заставлять. Все это нормальные занятия – разговаривать, есть, спать. Но когда они становятся принудительными, выматывающими, можно заподозрить, что есть бес. Пятое – осквернение. Бесы нечисты. Все злые духи нечисты. У многих ум и совесть исквернены бесами. Их ум заполнен мыслями и предложениями, которые им противны, ненавистны. Но они крутятся в их умах почти непрестанно. Люди имеют разум, оскверненный злыми пожеланиями. И, наконец, шестое – они изматывают. Они просто донимают вас, беспокоят, мучают. Как только вы собираетесь делать что-то для Бога, они начинают донимать вас. Моя семья много лет тому назад приучилась не разговаривать со мной, когда я готовлюсь к проповеди. Потому что мне нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить спокойствие перед проповедью. Конечно, после того, как я получил освобождение от трех духов – депрессии, гнева и смущения – я могу быть совершенно спокоен перед тем, как проповедую. Но это достижение, которое пришло не в один день. И так могут не все проповедники, поверьте мне. Если тут есть жены пасторов, поднимите свою руку, если вы знаете, о чем я говорю. Обычный средний проповедник – это комок нервов перед тем, как он встает за кафедру. Он находится на взводе. Я уже сказал, что хотя христианин принадлежит Господу, в его жизни могут быть сферы, которые Господу не подвластны. Библия сравнивает внутренний мир человека с городом. Притча, 16 глава, 32 стих. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Другой стих из притч, 25 глава, 28 стих. Что город разрушен и без стен, то человек, не владеющий духом своим. Оборонительное укрепление отсутствует, никого издержать нельзя. Любой бес, которого пошлет дьявол, может войти в этот город и поселиться в нем, потому что у него нет никакой защиты. Многие наркоманы именно такие. Постоянное употребление наркотиков превращает внутренний мир человека в город, разрушенный без стен. Войдет кто угодно один за другим. Большинство наркоманов нуждаются в освобождении не просто от конкретного наркотика, но и от лжи, ненависти, обиды, бунта, сексуальных извращений и многих разных других бесов. Потому что они утеряли способность защищать этот внутренний город от всяких атак. Есть другие категории людей, помимо наркоманов, которые тоже превратились в разрушенный город без стен. Но моя цель сейчас – дать эту картину города, находящегося внутри каждого из нас. Город, который я люблю всегда приводить в пример – Чикаго. Я жил в нем. Мэра Чикаго зовут Ричард Джей Дейли. Многие считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Но хотя Ричард Джей Дейли является мэром, который был избран как положено, все, кто знаком с Чикаго, знают, что в городе довольно многое не подвластно Ричарду Джей Дейли. В Чикаго есть такие районы, куда полиции приходится выезжать среди бела дня. В Чикаго есть другие районы, в том числе имеющие отношение к политике, которыми управляет мафия. При том, что Дейли – должным образом избранный мэр. Это похоже на христианина. Вы избрали Иисуса Христа. Он мэр. Он здание мэрии. Но мафия все еще бегает где-то внутри вас, понимаете? Фактически, мафия представляет собой очень живую картину бесовской деятельности. Потому что бесы обычно работают шайками. Они не действуют в одиночку. Это настолько обычно, что я привык, обнаружив одного, почти сразу же искать других членов шайки. Возьмем пример вот такой. Скажем, депрессия, страх, одиночество, самосожаление, отчаяние. Знаете, кто следующий? Самоубийство, правильно. Когда обнаруживаешь такую кампанию, то приход беса самоубийства – лишь вопрос времени. Каждый открывает дверь следующему. Или возьмем гнев, насилие, а затем убийство. Следующее, что нужно иметь в виду. Бесы входят не обязательно потому, что вы совершили что-то. Они входят для того, чтобы заставить вас сделать это. Например, бес самоубийства, очевидно, не входит потому, что вы совершали самоубийство. Он входит для того, чтобы заставить вас совершить его. Бес убийства не входит потому, что вы совершали убийство. Он ходит, чтобы заставить вас совершить его. Многие, когда я изгонял из них беса убийства, говорили мне в ужасе, «Брат принц, я никогда не совершал убийства». Я говорю, правильно. Но этот бес вошел в вас, имея целью когда-нибудь толкнуть вас на убийство. И до тех пор, пока вы имели его, вы всегда были в опасном положении. Потому что кто знает, что вы могли бы сделать в момент внезапной вспышки гнева. Вы читали, что многие люди, совершив убийство, говорят, затем на суде, не зная, что заставило меня сделать это. Они не знают, а дьявол знает. Этот его бес ждал, может быть, 15 лет, пока привел того человека в такую ситуацию, когда он был пьян, или кто-то оскорбил его, или пристал к его жене. И тогда бес убийства переключился на прямую передачу и сказал, «Вот мой шанс». Другие имеют бесопрелюбодеяние. Они не совершали его, но бес рядом и толкает их на это. Давайте кратко рассмотрим основные районы города. Я мог бы проиллюстрировать это на примере Чикаго. Вот петля автострады, где весь бизнес. Немного западнее банки. К югу от центра Чикаго, еще южнее жилой район, преимущественно негритянский. Вернувшись к петле и идя от нее на запад, польский квартал. На север от петли еврейский квартал, а также шведский. Затем идут пригороды, у которых свои характерные уровни социального развития, престижа и так далее. Таким образом, каждый район города имеет свое собственное отличительное расположение и население. Так же и город, который внутри вас. Он разделен на районы, в каждом из которых свое население. Я быстро пройдусь по их списку, не останавливаясь подробно ни на одном. Я сказал бы, что первая основная сфера это эмоции, настроение и взаимоотношения. Для каждой негативной эмоции, настроения или отношения существует соответствующий бес. Обида, ненависть, бунт, страх, депрессия, одиночество, самосожаление, зависть, ревность, гордость и целый сон на других бесов. Конечно, тот факт, что иногда вы завидуете, не означает, как я уже говорил, что у вас без зависти. Но когда от этого невозможно отделаться, когда это постоянно и начинает занимать значительную часть вашей жизни, тогда это бес. Страх, на мой взгляд, является самым распространенным. Только от духа страха нужно освобождение каждому пятому. Как я уже сказал, бесы собираются и ходят шайками. Найдите одного, и тогда сможете вытащить остальных. Они входят один за другим подряд. Например, проблема многих молодых людей в Америке сегодня следующая. Обида всегда на родителей, ненависть и бунт. И когда входит бунт, он всегда направлен в первую очередь против родителей. Затем против церкви, затем против школы, правительства и, наконец, против Бога. Вот объяснение, что случилось со множеством молодых людей. Я хочу сказать, что в большинстве случаев это вина родителей. Но проблема у детей. И хочу сказать вам, чьи затруднения обусловлены неправильным обращением родителей. Помните, ваш родитель не страдает так сильно, как страдаете вы. Пару дней назад я разговаривал с одной девушкой, отец которой совратил ее, и так далее, и тому подобное. Я пытался убедить ее простить отца, и ей это оказалось делать очень трудно. Я сказал ей, запомни, он погубил твои молодые годы, но если ты будешь продолжать ненавидеть его, то он погубит всю твою оставшуюся жизнь. Помните, из-за обиды страдает не тот, на кого обижаются, а тот, кто обижается. Когда у человека язва, то вопрос, который задается, это не то, что ест человек, а что ест человека. И обида просто съедает человека изнутри. Затем есть сфера разума, мыслей. И есть несколько характерных для этой сферы бесов. Сомнения, неверие, нерешительность, промедление, компромисс. И они очень реальны и сильны. Многие люди имеют неверие, посаженное в них семинарией или церковью. Их неверие было просто вскормлено ими. Компромисс — это чрезвычайно сильный бес. Однажды ко мне пришел один лютеранский служитель. Он был крещен в Духе Святом, но он сказал, что нуждается в освобождении. У него была проблема с гомосексуализмом. Я и еще один служитель молились за него, и он был освобожден. Но он сказал, что не чувствует себя полностью свободным. И я приказал следующему духу назвать себя, и он ответил, компромисс. Я был изумлен. Я спросил служителя, были ли у него проблемы с компромиссом. И он ответил, всю мою жизнь, с тех пор, как я был мальчиком, я никогда не мог полностью посвятить себя, чем бы то ни было. И когда мы приказали этому духу выйти, это было очень мощно. Он швырял этого человека повсюду, словно резиновый мячик. Затем есть еще одна женщина здесь, и я совсем не собираюсь указывать на нее. И я изгнал из нее дух и забывчивость. И когда я делал это, бес ответил мне, что он не выйдет, потому что он заперт в ее разуме. И есть еще другие бесы, которые действуют на разум. Но я только привожу образцы. И есть еще другие бесы. И затем есть бесы, которые относятся к области языка. Богохульство. Всякий богохульник имеет беса. Вот еще очевидные свидетельства. Ложь, нечистые разговоры. И сплетни. Бес сплетен разрушил больше церквей, чем все бесы распутства вместе взятые. Если вы как сорока, которая питается дурными сторонами других людей, тогда у вас бес сплетен. Некоторые из так называемых молитвенных собраний просто раздолят для бесов сплетни. И я думаю, что они облизываются, предвкушая день молитвенного собрания, где вместо молитвы идет обсуждение других людей. Затем есть сфера секса. Как я уже сказал, секс является благом, а не злом. Но в нем заключена сила. Поэтому если дьявол влезет в эту сферу и захватит власть в ней, то он в значительной степени завладеет вами как личностью. Появится нечто затягивающее вас, насилующее и порабощающее. Что касается меня, то я убежден, что любая форма полового извращения имеет бесовское происхождение. Этого свидетельства опять-таки достаточно. Любая форма гомосексуальности, а этих форм существует много, является, на мой взгляд, бесовским проявлением. И я наблюдал, как гомосексуалисты самых разных мастей освобождались, когда проблема их рассматривалась как бесовская. Другой бес в половой сфере, который очень распространен. Знаю, что из уст проповедника это звучит не очень красиво, но я все-таки скажу. Мастурбация. Я знаю, что врачи и психологи говорят, что это безвредно, что это безопасный выход энергии и так далее. Это от дьявола. Опять-таки, человек может упасть, поскользнуться, покаяться, исповедаться, получить прощение и очищение, и на этом все. Но когда это начинает порабощать, тогда это бесовское. Я имел дело со многими людьми, которые спустя после свадьбы, годы спустя после свадьбы, все еще оставались в плену беса мастурбации. Один такой человек был на прошлой неделе, женатый мужчина, у которого есть ребенок. Я спросил, у вас были когда-нибудь проблемы с мастурбацией? Да, и есть до сих пор. Не знаю, говорить это или нет. Скажу. Сейчас я могу об этом сказать. Очень часто, имея дело с людьми, нуждающимися в освобождении, вы заметите, наблюдая за ними, что их пальцы становятся негнущимися и искривляются. Часто они жалуются на покалывания в пальцах. Я никогда не ошибался, что это было не что иное, как мастурбация. Я имел дело с сотнями людей. Как только я вижу эти симптомы, я знаю, что это значит. И очень часто эту злую силу нужно изгнать именно из пальцев. Помню другой пример, связанный с пальцами. Несколько лет тому назад я участвовал в служении освобождения через коллективную молитву. Во многих случаях я не знал о результатах. Люди выходили вперед, я молился, а затем служение заканчивалось. Несколько дней спустя одна женщина сказала, «Знаете, я мать, у меня двое, или, не помню, трое детей, и я люблю их, но по какой-то непонятной причине я часто вынуждена бить их. И когда я была на служении освобождения, я чувствовал, как эта злая сила выходила из моих рук, и теперь меня ничто не заставляет бить моих детей». Библия велит нам отдать наши члены Богу, как орудие праведности, но иногда дьявол первым заполучает их, а он использует наши члены, как орудие греха, и тогда нам надо изгонять его силу. Затем мы имеем сферу пагубных привычек. Пагубные привычки – это желания, вышедшие за рамки всяких пропорций, и стали поработителями. Все желания в основе своей являются здоровыми. Есть, пить и так далее – это здоровые желания. Но когда желание становится ненормальным, извращенным и порабощает, то тогда это пагубная привычка. А все пагубные привычки демонического происхождения. Я понял это на опыт и убежден, что это действительно так. Несколько лет тому назад я имел дело с очень хорошо образованным молодым человеком, с сыном врача. У него была привязанность к микстуре от кашля. Он выпивал по пять флаконов этой микстуры в день. Когда на утреннем служении я проповедовал о силе крови Иисуса, бес заставил того молодого человека покинуть собрание и пойти в аптеку, купить флакон с микстурой. Настолько сильно было принуждение пить ее. И когда я помолился с ним в тот же вечер, этот бес начал говорить через него глубоким низким голосом и сказал, «Я зависимость. Ты не можешь освободить его душу, она моя, и я не отдам ее». И была настоящая война, пока мы изгнали этого беса. Другой случай пагубной привычки был у меня с молодой женщиной лет 18. Пятидесятническая девушка, спасенная и крещенная в Духе Святом, была зависима от запаха лака для ногтей. И она сказала мне, «Когда я прихожу в отдел косметики в универмаг, я не могу вести себя как нормальный человек, я вынужден пойти и купить это, или же уйти из магазина». Когда тот дух вышел из нее, он терзал ее и кричал, выходя. Это не было просто плодом ее воображения. «Самая распространенная в США пагубная привычка, я уверен, что вы много раз слышали это, привычка к еде, обжорство. Это такая же пагубная привычка, как и алкоголизм». В прошлом августе в лагере был один пресвитерианский служитель, и некоторые из вас вспомнят его. Он отчаянно боролся за свое освобождение. За него молились сестры. Я потом спросил их, от чего он получил освобождение. Одна из них ответила, «От обжорства». Она сказала, что он рассказал ей следующее. Ему было около 60 лет. Он сказал, «От обжорство совершенно загубило мою жизнь. Оно отравило даже мои отношения с женой. Из-за него я врал. Бывало, что среди дня я уезжал из дома в магазин, покупал конфет на 2 доллара, съедал их в машине по дороге домой, а потом врал жене насчет того, где я был». Он был как алкоголик. Просто привязанность была другая. Теперь я объясню вам, что происходит. Пагубные привычки зависимости не являются стволом, а не ветви. Пагубная привычка – это ветвь, растущая на стволе, а ствол – это разочарование. Поэтому, имея дело с пагубной привычкой, нужно разобраться с лежащим в основе разочарованием, иначе работа будет не окончена. Возьмем пример. Женщина расстроена от того, что ее муж изменяет, и ей тратит денег гораздо больше, чем зарабатывает. Если эта женщина член епископальной церкви, она пойдет в мартини и станет алкоголичкой. А если она из Церкви Божьей или Ассамблеи Божьей, она пойдет в Макдональдс и станет пищеголичкой только и всего. Но принципиальной разницы нет никакой, это одно и то же. И в церкви больше пищеголиков, чем алкоголиков. Понимаете, алкоголикам быть не принято, но совершенно принято в большинстве религиозных кругов быть пищеголиком, то есть обжорой. Есть и другие пагубные привычки. К никотину, например, очень распространенная. Волей Бога не может быть на то, чтобы человек курил и разрушал храм Святого Духа, которым является человеческое тело. Вы видели, как люди умирают от рака легких? Я видел. Не может быть воли Бога на то, чтобы вы сильно увеличивали вероятность того, что умрете этой страшной смертью. Будьте реалистами. Это губит вас. Более того, это порабощает вас. Ты пошел на молитвенное собрание, и ты курильщик. Ты вышел затем на улицу, и первое, что ты хочешь сделать, это закурить. Ты просто больше не можешь терпеть. Если молитвенное собрание длится слишком долго, ты выходишь с него прежде, чем оно закончилось. Ты раб, и дело в бесе. В одной англиканской церкви мне рассказывали, что в их вообще не было движения Духа Святого. И несколько человек, не верующих, но бывших членами церкви, получили спасение и крещение Духом Святым. И у одного мужчины были трудности из-за никотина. Он никак не мог бросить курить. Некоторые курят ничего, но он курил и ненавидел это занятие. И себя за то, что курил. Но он не мог бросить. Пастор этой церкви был очень хорошим эвангелистом. Он прекрасно знал шестую главу послания к римлянам. «Почитайте себя мертвыми для греха». Всякий раз, когда тот человек приходил к нему, пастор говорил ему, «Просто считайте себя мертвым». Он отвечал, «Я считаю, но это не помогает». Однажды у них было молитвенное собрание. И этот пастор сам рассказывал мне следующее. На собрании было внезапное движение Духа Божьего, и я подошел к тому человеку, положил свою руку ему на грудь и сказал, «Ты без никотина, выходи из этого человека». Человек закашлялся, судорожно вздохнул, из него что-то вышло. И после этого он не мог находиться уже в одной комнате с курящими. Вот прекрасный пример человека, сердце которого право, но который в рабстве. Он не хотел курить. Злые же люди хотят делать злое, но добрые люди ненавидят злое. И если и делают злое, то потому что порабощены. Теперь ереси, и мы оставим это для следующего раза. У меня осталось 10 минут на то, чтобы рассказать вам, как освободиться. Я надеюсь, что мы поговорим также о физических болезнях тела. Позвольте сейчас лишь перечислить те, которые я считаю бесовскими. Аллергии, опухоли, язвы, артриты, сердечные приступы. Это мое мнение. Я не врач. Но есть один врач из штата Джорджия. Некоторые из вас, наверное, знают его. Он был здесь прошлой весной и слышал мою проповедь на эту тему. Он сказал, посмотрим, так ли это. У него была постоянная аллергия. Он не мог есть из-за нее пшеничные изделия. Поэтому он на моем служении освобождения вышел вперед, помолился молитвой освобождения и сказал, ну теперь, если я освобожден, то смогу есть пшеничные изделия. Ушел, начал их есть и продолжает по сей день. Он был баптист. Думаю, что когда смог убедить баптиста в том, что аллергия из-за бесов, то сражение было выиграно. Теперь о том, как получить освобождение. Просто. Я перечислю условия. Прежде всего, разрешите сказать, что в Библии написано, «Всякий, кто призовет имя Господня, будет освобожден». Это обещание такое же всеобъемлющее, как и всякий верующий в Него не погибнет. Последнее. Иоанна, 3 глава, 16 стих, 1. Иоанна, 2 глава, 32 стих. Таким образом, все, что необходимо вам знать, это условия. Выполните их и примите освобождение. Первое – смирение. Вам нужно смирить себя. Вот что я имею в виду. А не то, что вы должны быть в постоянном смирении в течение многих лет. Речь идет о смирении самого себя. Это акт вашей воли. Это решение, которое вы можете принять в течение следующих пяти минут. Смирить себя. Я говорю людям так. Может наступить такой момент, когда придется выбирать между собственным достоинством и освобождением. И тогда, если вы смиритесь, то оставите собственное достоинство и получите освобождение. А достоинство вернется к вам позже. Но если вы горды, если вы отказываетесь потерять свое достоинство, то вы лишаете себя освобождения. Люди иногда приходят ко мне и говорят, «Брат принц, не могли бы вы помолиться со мной без посторонних?» Я отвечаю, конечно. Но какова причина? Это гордость. Потому что если это гордость, то вы стоите не на правильном основании для освобождения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордых видит издалека, и так и держит их вдалеке. Второе – это истина. Иисус сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И одно дело – это знать истину Слова Божьего, но совсем другое – это столкнуться с истиной о самом себе. Я открыл, что люди полностью честные сами с собой, всегда получают освобождение. Но люди, из которых приходится все вытягивать, и с которыми никогда не знаешь, что у них осталось, таких людей очень трудно освобождать. Поэтому я скажу следующее. Истина в вашем случае означает назвать лопату лопатой, а не сельскохозяйственным орудием. Или я могу сказать это таким образом. Назови свою проблему теми же самыми словами, какими ты называешь своего мужа, и у тебя будет правильный ответ. И знаете, я уже рассказывал об этом. Люди читают мою брошюру «Изгнание бесов» и присылают мне письма. И обычно, несколько раз в месяц я получаю письмо от какой-нибудь бедной миссис Харрис из деревни, где она пишет, «Брат принц, я прочитал ваш буклет «Изгнание бесов», и у моего мужа все семь симптомов, что мне нужно делать». И у меня нет ответа на этот вопрос. Но если у вас наблюдаются все семь симптомов, тогда действуйте, как написано в книге. В-третьих, вам нужно исповедать ваш грех. Это старомодно, но Бог по-прежнему требует этого. И вам не обязательно исповедать его людям, сидящим здесь. Но нужно обязательно сделать это перед всемогущим Богом. Коль скоро речь зашла об исповедании грехов, разрешите мне сказать одну очевидную вещь. Но немногие люди осознают это. Вы никогда не скажете о себе Богу того, что Он уже не знает. Вы никогда не шокируете Бога. Не правда ли это хорошее известие? Бога невозможно шокировать. И когда вы совершаете что-то, тогда ваше исповедание нужно вам самим. Вам нужно избавиться от этого груза, выйти на свет. И вот в чем суд. Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму больше, чем свет. Они не пришли к свету. Исповедание – это выход на свет. Это освещение той стороны вашей жизни, которую бы вы хотели никогда не иметь. Но вам нужно вынести это на свет Божий. Не на свет людской, но Божий. В-четвертых, покаяние. Это значит отречение, обращение. Значит посчитать это за вашего врага. Давид говорит, «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Затем он говорит, «Испытай меня, Божий, узнай сердце мое». Он говорил о вещах внутри него, которые были Божьими врагами. И он говорит, «Господь, если это Твои враги, то это и мои враги тоже. Я не стану другом врагам Божьим, а я сделаю врагов Бога своими врагами, даже если они внутри меня». Понимаете, Бог не будет освобождать вас от ваших друзей. Если вы получаете удовольствие от похоти, сплетен, то Бог не будет убирать эти вещи из вас. Но если вы ненавидите их, Он освободит вас. Покаяние значит возненавидеть все зло, отречься от него, отказаться иметь какую-либо связь с ним. В связи с этим я хочу сказать, что необходимо отречься от занятий оккультизмом. Всякую связь с оккультизмом, гороскопы, предсказания, гадания, знаки зодиака, оккультное врачевание, спиритизм, графология, экстрасенсорика, гипноз, все подобные дела. Вы должны отречься от них, потому что это агенты сатаны, а дружить одновременно и с Богом, и с сатаной нельзя. Вы должны ненавидеть врагов Бога. Я буду проповедовать об этом завтра, но скажу и сейчас, потому что во многих случаях это помешает вам освобождаться. Если вы до сих пор даже понемногу ходите к гадалке, гадаете на картах, и все тому подобное, то у дьявола до сих пор есть законные претензии на вас. И когда вы придете на освобождение, он скажет, «Нет, минуточку, у меня есть тут право». И не думай, что ты сможешь прогнать меня, потому что ты не сможешь. Он специалист в вопросе права. Пятое. Это тема для отдельной проповеди. Простите других. Помните, зачем не простивший слуга был в руках мучителей потому, что отказался простить такого же слугу, как он сам. И если вы отказываетесь простить какого-нибудь человека, живого или мертвого, вы не сможете получить полное освобождение. Прощение не эмоция, это решение. Говоря простым языком, простить, это значит отпустить от себя. Ваши родители, к примеру, должны вам 10 тысяч долларов за всю любовь, заботу, обучение и внимание, которое они вам не додали. У вас в руке это долговая расписка. Вы можете молиться за них, можете молиться за свое освобождение. Но единственное, что нужно сделать, это порвать все эти долговые расписки. Ваш муж должен вам 15 тысяч долларов за измену с тремя женщинами. Что же, вы можете держать эту долговую расписку столько, сколько вам захочется, но до тех пор, пока вы не порвете ее, вы не освободитесь. И последнее, призвать имя Господне и будет всякий, кто призовет имя Господне, будет освобожден. Время проповеди закончено. Все, что я буду делать сейчас, это служить. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Твой Дух. Мы знаем, что Ты любишь нас, заботишься о нас и желаешь самого лучшего для нас. И Ты послал Своё Слово исцелять и освобождать Твой народ. Теперь, Господь, пусть каждый человек здесь будет ведом Твоим Духом Святым, принятие правильного решения, остаться ему здесь сейчас или уйти. И я молюсь сейчас, чтобы каждый человек, которому не нужно освобождение, или кто еще не готов принять освобождение, ушли. И я молюсь, чтобы Твое благословение пошло вместе с ними. И молюсь, чтобы все те, кто осознали, что они нуждаются в освобождении и желающие принять условия, остались. И чтобы Твое благословение осталось и на этих людях также. Благослови следующее собрание и проповедующего, и все, что мы будем делать в дальнейшем. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде всего, брат-принц не освобождает никого. И ни один человек не делает этого. Но Иисус сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому, если вы придете к нему, он не изгонит вас вон. Во-вторых, даже, когда он был на земле, Иисус сказал, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то тогда достигло до вас Царство Божие. И так, даже когда он сам присутствовал на земле, сила, которую он изгонял злых духов, была силой Святого Духа. Насколько же больше сейчас, когда он на небесах. Поэтому тот, кто осуществляет ваше освобождение, это Дух Святой. И чтобы осуществить ваше освобождение, вам нужно сотрудничать с Духом Святым. Если вы сопротивляетесь Духу Святому, вы сопротивляетесь своему освобождению. В сотрудничестве с Духом Святым есть один основной простой физический факт, которым я поделюсь с вами. Я всегда стою перед дилеммой не помочь людям настолько, насколько я могу им помочь, и быть обвиненным в том, что я сею предложения в умах людей, которые заставляют их вести себя определенным образом, которым они в противном случае не стали бы себя вести. И я возьму на себя риск быть обвиненным в некоторых таких предложениях, но я предпочитаю помогать людям, которые нуждаются в помощи. Если вы принимаете крещение в Духе Святом, то, как я понимаю это, очень важно для вас знать, что кульминацией этого будет ваше говорение на иных языках. И если я наставляю людей, которые хотят креститься в Духе Святом, я говорю, кульминацией этого будет, когда вы подчините свой язык, ваши органы речи, Духу Святому, и когда вы будете говорить, он будет говорить новым языком через вас. Но я всегда предупреждаю людей, что он не будет говорить, вы должны говорить, а он даст вам новый язык. Поэтому, если вы хотите принять крещение в Святом Духе немедленно, безотлагательно, не постясь, тогда вы подчините свой язык и органы речи. Вы начинаете говорить, и он даст вам слова. Я приводил тысячи людей к крещению почти мгновенно таким образом. Они могли принять крещение в Святом Духе без всего того, что я бы сказал им, но это бы заняло у них гораздо больше времени. То же самое в случае с освобождением. В Евангелии от Марка 16 главе 17 стихе сказано, «У веровавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов». Вот почему я назвал мою книгу «Изгнание бесов». Ключевое слово здесь – это изгнание. И это слово имеет также значение «выдыхать». Когда вы, например, вдохнули дым, все, что вам нужно сделать, чтобы он не оставался у вас легких, это выдохнуть его. Что это? Это решение вашей воли и действия ваших мышц. Изгнание или выдыхание злых духов – то же самое. Если вы верующий, то у вас есть власть во имя Иисуса изгнать их. Из кого? Начните сами с себя. Что значит «изгнать»? Это решение с последующим действием. Теперь и на греческом, и на иврите слово «дух» также имеет значение «дыхание» или «ветер». И злой дух – дыхание всемогущего. И при крещении в Духе Святом я говорю людям «пить Дух Святой». Иисус сказал «кто жаждет, иди ко мне и пей». И я обнаружил, что люди, которые пьют, всегда получают. Я никогда не видел человека, пришедшего к Иисусу и выполнившего все условия и начавшего пить и не получившего крещения. Теперь, выдыхание – это прямая противоположность питью. Итак, когда вы пришли к Иисусу, когда вы приняли все условия, когда вы помолились, не продолжайте молиться. Опять, как в случае с крещением. Многие люди как бы вымолили себя из крещения. Они пришли к Иисусу и стали просить без перерыва крещения, вместо того, чтобы пить. Вы не принимаете крещение, когда вы молитесь. Вы принимаете крещение, когда вы пьете. Вы не изгоняете бесов, молясь, вы изгоняете бесов, выдыхая их. Итак, когда вы прошли этот момент и произнесли молитву и произнесли ее искренне, и вы приняли все условия, и теперь вы законный кандидат на освобождение. Вы пришли к Иисусу. Вы можете полагаться на Духа Святого. И что вам остается делать? Это сотрудничать с Духом Святым. Как? Начните выдыхать. И может так случиться, что первое дыхание будет чистым человеческим дыханием. Второе, также и третье. Но на четвертый раз что-то отличное от человеческого дыхания начнет выходить. и это ваш враг. Когда злые духи выходят, они выходят с различными внешними проявлениями. Описывая проповедь Филиппа в Самарии, в книге Деяний, в 8 главе 7 стихе, написано, что нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем. Иногда это почти незаметно. Простой вздох. Иногда это зевота. Я знаю одну женщину, которая была освобождена от духа никотина. Так она зевала так широко, что думала, что ее челюстью выпадут. Но когда это закончилось, она была свободна от этого духа. Часто это всхлипывание. Как правило, дух страха выходит со всхлипывающим звуком. Часто это кашель. Иногда это виск, или стон, или рев. Без гнева или убийства часто выходит с ревом. И я не поощряю вас на виск, плачь или рев. Но я пытаюсь предотвратить смущение, если это произойдет таким образом. Потому что если к вашему стамп подкатывает виск, и вы подавляете его, тогда вы подавляете беса. Вы знаете, что происходит, когда скорая помощь едет по дороге с мигающим сигналом и включенной сиреной, тогда все движение на дороге прижимается к одной стороне дороги. Точно так же и с бесами. Когда едет скорая, уберите все с дороги. Прекратите молиться и говорить на иных языках, не используйте ими Иисуса, пусть это уйдет. Я говорю людям, когда я служу им индивидуально, послушайте, позвольте мне молиться, а вы дайте этому уйти. Потому что ваша молитва не изгонит беса, она скорее задержит его. Бес не может перешагнуть имя Иисуса, потому что когда оно у вас на устах. Когда вы говорите на языках, вы не даете ему уйти, потому что ваша молитва сильнее, чем он. И мы будем молиться Иисусу. И это ваше исповедание веры и принятие законных оснований на освобождение. Когда вы закончите молитву и скажете во имя Иисуса Аминь, тогда я буду молиться и приказывать бесам оставить вас, а вы дайте ему уйти. Тогда я буду молиться и приказывать бесам оставить вас, а вы дайте ему уйти. Иисусу.